Замечательная библейская тема Потому что там сказано, что на чела верующих людей, особой категории людей, особого качества будет положена печать Божия. И в Библии написано, что на руку и на чело нечестивых тоже будет положена печать. И даже сказано, что это начертание зверя. И даже сказано, что исчисли число зверя и так далее. И вот с древних времен истолкователи, они пробовали найти значение, что же это за печать такая. В одном обществе в стародавние времена люди, читая о печатях, решили. Наверное, это печать, связанная с нашими страстями и похоти. И они решили, что если избавиться от видимых признаков, которые отличают мужчин от женщин, то это и будет печать Божия. И они решили быть как ангелы и калечили себя. В России были целые группы, они себя называли корабли. Их так и звали скопцы. Другие люди, читая священное писание и видя, как Петр Первый вводил никонианство в веру православную, они сказали, знаете, что такое печать зверя? Это когда вместо двоеперстия люди крестное знамение полагают кукишам, складывая три пальца в дулю и налагая на свое чело троеперстие, вот они и принимают печать зверя. Другие люди с приходом советской власти, начиная с 1917 года, увидели, что печать зверя – это пользоваться советскими деньгами, потому что на банкнотах, на монетах там звезды, серпы, молоты, и люди отказались пользоваться деньгами. Чуть позже, когда началась паспортизация всеобщего населения, были люди, которые отказывались брать паспорта. И говорили, вы знаете, эту печать зверя. Нет, мы верующие, мы против документации, мы против того, чтобы нас опознавали. С развитием компьютерных технологий, сегодня по интернету гуляют более современные, знаете, глупость, она не только древняя, она видоизменяется, а суть ее остается прежней. Сегодня гуляет по интернету информация о том, что дорогие верующие, ни в коем случае не принимайте идентификационный код, потому что это есть печать зверя, это вас уже готовят и так далее. А некоторые более грамотные слышали звон, да не знают, где он. Они говорят, вот уже все, знаете, чипы, чипы, электронные чипы, уже в одно место вшивают эти чипы, да, вот уже младенцам, да, 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 сразу же ты получил печать зверя и так далее. И вот когда я изучаю, да, адвентисты про печать тоже знают, это Папа Римский, да, у него там Викариус Филидей, да, а печать Божия Суббота, вот, и мне подумалось по тщательному исследованию тоже посмотреть, что же это за печать-то. Печать зверя, печать Бога, как это мы запечатлеваемся? Для неверующих это не важно, а для верующих где-то первостепенной важности тема. Но изучение этой темы мы с вами, я приглашаю вас вместе со мной исследовать. Начнем с книги Иисуса Намина, 2 глава, 1 стих. Перед нами история покорения земли обетованной. Есть всеобщие истории, истории народов, человечества, вселенной, а есть история маленького человека. Вот всегда, если вы хотите что-то по-настоящему узнать, смотрите, это в истории маленького человека, маленького персонажа. Читаем, Иисус Намина, 2 глава, 1 стих. И послал Иисус, сын Навин, это не Иисус Христос, это Егошуа Беннон, Иисус, сын Навина. Иисус Навинович, так скажем. Да, вот кто-то скажет, где про отчество написано. Вот, видите, Иисус Навинович. Иисус, сын Навин, из Сетима, 2-х саглядатаев тайно разведчиков послал и сказал, пойдите, осмотрите землю и Иерихон. И вот в нашей истории есть один маленький человечек, на примере которого мы изучим большую, такую глобальную тему запечатления. В этой истории, в этом повествовании раскрывается величие Бога, когда Всевышний, Всемогущий совершает свои грандиозные намерения и планы. Он не оставляет без внимания даже незначительных людей. Поэтому не бойтесь, что Господь за великими императорами, царями, великими церковными лидерами обойдет мимо нас с вами, людей простых. И из всех сохранившихся подробностей об этом маленьком человеке мы знаем только то, что упомянуто в Библии и не более того. Фантазировать мы сегодня не будем. Итак, Иисус Навин, 2-я глава, 1-й стих. И послал Иисус сын Навин из Сетима, 2-х саглядатаев тайно. И сказал, пойдите, осмотрите землю и Иерихон. 2 юноши пошли и пришли в дом блудницы, которым имя Рав и остались ночевать там. Друзья мои, смотрите, как все хорошо начиналось. И вдруг дом блудницы, ну как-то не вмещается, да? Иисус Навин, такой праведник, да, про него история. Два разведчика, отважные, молодые, такие штирлицы попали туда, в Иерихон, чтобы там все развед... И вдруг такие порядочные люди и остановились в доме блудницы. Еще и она названа по имени. По-еврейски очень нехорошее слово. Бэйти шазона. Нехорошее слово, даже переводить не буду. Пусть так и останется, блудница. Стоит заметить, что имя этой женщины почему-то вдруг оказалось среди героев Нового Завета. Вот тебе на. Евреям 11 глава, 31 стих. Евреям 11 глава, 31 стих. Вера, Юра, и Павел подчеркивает блудница. Ну, помолчать помогут здесь, да? А почему-то вот взял, подчеркнул такое неблагозвучное. Говорит, она с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И здесь наша героиня веры представлена еще хуже. Послание к евреям-то первоначально было записано на простонародном греческом языке, на коине. И там очень красивый такой язык греческий, на нем на рынке говорили. Есть классический греческий, а есть для рынка, вот в простонародье. И там еще хуже. Там по-гречески написано Рааб Порно. Фу, такие слова даже из-за кафедры говорить-то стыдно. Представляете, в Библии они почему-то... Ну, что это? На что желает обратить внимание Писание? Вот давайте попробуем разобраться. При чем здесь запечатление? При чем здесь дом-блудница? При чем здесь праведники-соглядатаи? О чем вообще здесь идет речь? Смотрите, в окружающем нас растительном мире все просто. Там нет краски и осмысленности. Ни один цветочек не говорит, вырасту-ка я вот здесь, вот в этом горшке. Вот он такой кругленький. Он так не говорит. Нет, не буду здесь расти. Вырасту-ка я в другом месте. Пусть меня посадят вот где-нибудь на вершине, так, чтобы меня все видели. В растительном мире нет красок. Деревья не отличают друг от друга. Вот ты очень такая, знаете, березка зелененькая. Вот расти возле меня, я дуб, а ты расти возле... Так, между деревьями нет такого диалога. Все зависит от ветра, от зрелости семян, от свойства почвы. Помните, как написана притча о сирии? Или вышел сирии? Ну, куда попало? Такое и выросло, а что-то и не выросло. Красота нарцисса, она красота не для других цветов. Она не для деревьев. А в животном мире мы с вами уже наблюдаем и новый принцип. Среди животных там привлекательность, она животная. Она не художественная. Вот, знаете, павлин распустил свой хвост такой, птица, да? Это не для того, чтобы он показал, смотрите, какой же я павлин, да? Или бык набычился, смотрите, какой же я сильный. Там другая, другой принцип, другая привлекательность. Там вот эта привлекательность животного, она как способность продолжения вида. Кто сильнее, кто быстрее, кто жизнеспособнее, кто объемнее. Вот если бычок будет худенький такой, на тоненьких ножичках и в джинсах таких обтерушечках, и он совсем такой, что вот ветерком он весь такой субтильный, на него коровку-то и не посмотрит, телочка. На кого смотреть-то? Там смотреть не на что. Бычок должен быть, он бык должен быть, понимаете? В животном мире другие оценки. Животное находит свое счастье посредством запаха. Посредством формы, посредством объема. Эти внешние признаки, они для самки, как читаемая книга. Самочка идет, понюхала, посмотрела, оценила, взвесила, потянула. Понимаете? Это в животном мире принцип. Самец в животном мире как оценивает? Посмотрел? Ты смотри, какая попа, какие ноги, агрива какая. Все! В животном мире все тоже очень просто. Пахнет хорошо, хорошо пахнет. Все! Нет проблем. А в жизни людей все намного сложнее. Мы существуем в мире недосказанности, в мире условностей, в мире знаков и символов. Мы с вами потребители красок. Нам недостаточно просто. Мы обладаем очень сложной внутренней организацией. И такой же сложностью отличается наш подход к обретению счастья. Мы люди. Женщина из нашей истории, на самом деле, она не была блудницей. В том смысле, как люди сегодня смотрят, там, распущенная какая-то женщина, безнравственная, с низкой социальной ответственностью, как сказал известный человек. Нет. Она не предавалась порокам. Она просто выпала из общепринятой системы ценностей своего времени. О чем идет речь? Знаете, как правило, в древности женщина не занималась бизнесом. Женщина находила свое счастье в семейной жизни. Женщина не выходила на арену. Мы не знаем, как складывалась жизнь Рааф, но из написанного делаем вывод, что ей пришлось не сладко. Кто такая Рааф? Знаете, это была добрая, заботливая, хозяйственная, понятливая, умная, практичная женщина. У нее было много родственников. Она дорожила узами кровного родства. Но почему в глазах современников Рааф получила такой неприглядный статус? Вот что они говорили так, она ишазона, что перевели на русский язык как «бейт ишазона», то есть дом женщины-блудница. Почему? Ее дом примыкал непосредственно к городской стене. Стены в древних городах были массивные, широкие. Например, в Вавилоне ширина стены была такова, что Новокудоносов построил и не зря восторгался. На вершине этой стены можно было устраивать скачки, и несколько колесниц сопряженных могли там умещаться. Смотрите, какая ширина стен была. И вот в Иерихоне стены были неприступными. Почему там случилось чудо, кто читал в Библии, да? Как они рухнули, когда их обходил народ Божий. Не один день обходил. А как трубили в трубы там. Ну только сверхъестественное воздействие могло сокрушить стены Иерихона. Так вот, дом Рааф, он примыкал непосредственно к этой стене городской. Это очень удобное проходное место. Здесь вход центральный в город. Здесь на центральной улице, проходной улице, был дом Рааф. И каждый, кто входил в город, а Иерихон был крупным городом своего времени, то человек-путник, он нуждался и в ночлеге, и в питании. А вот гостиница и харчевня, вот, собственно, чем был дом Рааф, это была гостиница, где люди могли и ночевать, и сделки торговые заключать, как купцы, и кушать, столоваться там могли. Кто была Рааф? Она была в нашем понимании слова отельером. Слышали такое слово? Отельер. Это очень, знаете, это очень уважаемая сегодня профессия. В мире тех, кто обладает, владел этой профессией отельера, будут прекрасные карьерные перспективы и хорошо оплачиваемая работа. Что это такое? Отельер – это гостиничный бизнес. Вы знаете, что гостиницы сегодня, они определяются, их уровень по звездам. Три звезды, пять звезд. Кто-то сегодня скажет, да что тут такого содержать в гостинице? Пол помыл, кровать застелил, пришли гости. Друзья мои, кушать наварил, пожалуйте, гости дорогие. Нет. Клиент – штука привередливая. А вы знаете, что клиент всегда прав? Поэтому квалифицированный отельер должен свободно владеть хотя бы несколькими языками, быть очень терпеливым и одновременно проворным. Гостиничный бизнес, он очень тяжелый. Он доходный, но он тяжелый. Сегодня мы с вами здесь, в Крыму, получаем, некоторые получают хотя бы небольшой, но доход от сдачи квартир уротникам. И то, я думаю, что вам пришлось побыть в этой амблуа отельера, когда приезжают люди, ну и выделываются, и их надо уважить, и им денежку-то хочется получить, да? Гостиничный бизнес необыкновенно тяжелый. И не каждый, даже по своим человеческим качествам, в состоянии этот бизнес вести. Мало кто знает, что пятизвездочный отель может потерять все свои звезды просто из-за неправильной положенной салфетки в ресторане. Вот не тем углом положили салфетку, а три-четыре раза в год идет такая проверка негласная. И отель лишается своих звезд. И вот таких мелочей очень много. Поэтому Раан была отельером, она была содержательницей гостиницы. А так как ее работа предполагала множество нюансов общения с путешественниками, которые, тоже стоит заметить, в своем большинстве были мужчинами, в то время женщины, знаете, редко когда-нибудь. Для женщины это могло быть событие вообще всей ее жизни, если она поехала с одной деревни Ашку сам и Ерехон. Это она детям и внукам своим будет рассказывать. А у мужчин чаще по торговым делам, по тудам, по сюдам. Вот и Раан она должна была принимать всю эту, брать ее. Поэтому в глазах современников она получила статус такого неблаговидного человека. С низкой репутацией, блудницей. Тем более у нее не было мужа, у нее не было детей. И при этом она, принято в наши дни, установила свой статус. В поиске. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. У многих в социальных сетях сегодня выставлен такой статус. У тебя статус какой? В поиске. Знаете, кто такая блудница? Кто такой блудник? Без искраблений, без унижения, без подтекста. Человек, блуждающий в поисках любви. Это блудник. Или блудница. Поэтому там, где у вас написано, твой статус. Не пишите, я в поиске. Напишите честно. Блудник, блудница. Блуждающий в поисках любви. Это не я придумал. Это психологи, которые рассматривают сегодня культуру общения в социальных сетях. Они переводят на русский язык то, что там люди пишут. Человек не напишет про себя, я дурак. Он как пишет? Я философ. Понятно, да? Девочка не напишет там, я хочу богатого мужика, и желательно, чтобы он был слепо-глухонемой. А как она напишет? Я ищу личное счастье. Красиво. Он не пишет про себя в интернете о том, что я гулёна и лоботряс. А он пишет, я жизнелюб. Слышите? Поэтому нужно уметь читать, что написано. Мы живём в мире условностей. Мы живём в мире знаков и символов. Мы люди. И Библия связывает то, и придаёт значение тому, что очень часто мы говорим, да ничего особенного. А Библия связывает, показывает его значение. Мы говорим, да какая разница? А Библия говорит, да нет, ты посмотри внимательнее. Там же, там же между строк такие вещи написаны. Посмотри, ты даже на лбу их только написаны. Уже все это читают, кроме тебя. Например, книга-притча, 20 глава, 9 стих. Книга-притча, 20 глава и 9 стих. Написано. Кто может сказать, я очистил моё сердце, я чист от греха моего? Смотрите, какая хорошая мысль. И тут, казалось бы, ни с того, ни с сего. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господу. При чём здесь весы? И тут же ответ, 11 стих. Можно узнать даже от рока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Смотрите, как узнаётся? По занятиям. Чисто или правильно определяем не мы. Чисто и правильно определяется даже не таким образом, что мы об этом думаем. Есть определённые условности, знаки и символы, которые показывают всем, кто мы. Раф. Как её люди определили, что она вновьница? Она не была вновьницей. Как? По её занятиям. По её контактам. По её манере общения. По её социальному статусу. Бейт и шазуна. Всё. Есть знаки. Сами по себе эти символы, они действительно безобидны. Но что они обозначают? Например, красная ниточка. Что такое красная ниточка? Ни одежды из неё не сошьёшь. Одна ниточка. Красная. Сегодня в Израиле очень популярная каббала такая дура здесь современная, она очень распространена. Вот целые мотки красных ниток берут, несут на могилу праведника, завязывают сначала на камень могильный, потом эти ниточки фасуют по кусочкам, а потом их продают. Особо близким дарят, и человек их завязывает на запястья, очень помогают. Знаете, очень. Так. От всего помогает. От всего. От болезней, злых духов отгоняет. Очень помогает. Да, ниточка. Что такое красная ниточка? Красная ниточка. Но когда постояльцы в доме Рав были чудесным образом спасены, благодаря самоотверженности умной женщины Рав, они договорились об условном знаке, символ, по которому можно будет опознать дом Рав. Понимаете? Чем стала красная ниточка для Рав? Просто ниточка. Она стала знаком. И мы читаем Иисуса Новина, 2 глава, 18 стих. Вот когда мы придем в эту землю, говорят эти разведчики, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила. А отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от клятвы сели. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется и его. Скажите, неужели в красной ниточке такая огромная сила? Вот будет у тебя болтаться из порточки красная ниточка? Все! В твой дом ни один солдат не зайдет. Это ниточка его там задержит? Нет, это символ. Он на что-то указывает. И знаете, что сделал Раф? Она не стала дожидаться, пока войска израильские окружат Иерихон. Она это не стала ждать. Мы читаем 21 стих. Иисус и Новина 2 глава 21 стих. Она сказала, да будет по словам вашим. И отпустила их, они пошли. А она привязала, как мучер, в ледную веревку. Они еще не ушли из города, а она уже вывесила знак. И тут же, без промедления, дело касается жизни и смерти. Вот эти мероглим, разведчики, они еще в городе были. Она установила символ того, что мой дом не такой судьбы ждет, как прочие. И мы знаем, чем закончилось дело. Город Иерихон упал, но не дом Раф. Стены упали, но не дом, который примыкал к стене. Мы читаем 6 глава 24 стих. Обратите внимание, Иисус знал, 6 глава 24 стих. И опять здесь бытописатель подчеркивает. Раф же блудницу, слышите? И дом отца ее, и всех, которые были у нее, Иисус оставил в живых. Она живет среди Израиля до сего дня. Вопрос, как она может жить до сего дня? Она уже умерла. Что она бессмертна? Здесь мы видим два знака, два символа. С одной стороны красная нить, а с другой стороны статус в глазах людей. Обратите внимание, ни одного, ни второго изменить было невозможно в жизни Раф. Не общественное мнение она поменять не могла. Сегодня, кстати, я время от времени сталкиваюсь с ситуацией, когда люди вообще уже изменили свою жизнь к лучшему. А им все равно носом тыкают, говорят, а вот 37 лет тому назад, 32 декабря, ты и рассказывает, что ты делала. Что это? Это память человеческая. От нее ты не убежишь. От льва убежишь, от дракона, от аспида и василиска, от человека, от человеческой памяти ты не убежишь. А вот какая зараза-то живет в нас, во мне, в тебе. Поэтому обращайте внимание на символы. Это во многом определяет и наше положение перед Богом, и перед людьми. Устали? Я хочу, чтобы вы сейчас сконцентрировались. Есть в мире такое понятие, оговорка по Фрейду. Кто такой был Фрейд? Известный такой ученый, Зигмунд Фрейд. Ему удалось разработать трехкомпонентную, такую структурную модель психики. Известный человек достаточно. Среди тех, кто в школе учился, по крайней мере, они знают, слышали, кто был фамилию. Так вот, оговорка по Фрейду, это когда человек проговорился. Подсознание выдал. Понимаете? Вот взял и проговорился, вот в раз и сдал себя. Хотел сказать одно, а вот в раз язычок так повернулся. Есть люди, которые, они эти вещи замечают, понимают. Не обязательно что-то говорить языком. Есть язык жестов. Есть язык жестов. Есть язык тела. Есть язык одежды. Есть язык прически. Есть условности, которыми я говорю, даже не желая при этом ничего никому сказать. Это когда уместен вопрос. А что я хочу сказать своим поведением? Скажите, поведение имеет свой язык? Конечно. А что я хочу сказать своим поступком, своим видом? Что я этим хочу сказать? Нужно себя спрашивать, друзья. Саму себе задавать такой вопрос. Что я хочу этим сказать? И по Фрейду вдруг выясняется, что мы узнаваемое и читаемое всеми человеками письмо. Слышал кто-нибудь такую поговорку? В мире, не в Библии, не в религии, в мире говорят, «Ты смотри, не идет, а пишет». А кто-нибудь знает продолжение этой поговорки? Не знаете? Смотри, не идет, а пишет. А мы открыли и читаем. Слышите? Не надо много говорить. Речь не передает все, о чем мы хотим поведать миру. О чем мы хотим поведать друг другу. Я скажу проще. Оденься или разденься, и я тебя узнаю. Я тебя узнаю. Я много узнаю по походке. Была такая детская песенка. Я милого узнаю по походке. Он носит белые штаны. Шляпу носит он. Панаму. Ботиночки он носит на реманку. Кстати, вначале не было галифеста. Вначале было белые штаны. А потом это стали уже, когда в России романсы не так приветствовались. А революционная одежда была все-таки. Галифет. Вот там уже пошло слово галифет. Как я милого узнаю. Не надо говорить. Ничего не надо говорить. Я просто посмотрю, как человек идет, и во что он оден. Как он повернулся. Какая у него мимика. Какую он рожу лица скорчил. Я узнаю очень много. Не надо. Не надо говорить. Поэтому вопрос. Самый злободневный вопрос. Что ты этим хочешь сказать? Спрашивайте себя часто. Мальчик, что ты хочешь сказать своими высокими армейскими башмаками? Вот. Махонького росточка. Дохленький. Но в очень высоких армейских башмаках. Что ты этим хочешь сказать? Ты все сказал. А, длинный ноготь на мизинце левой руки. Что ты этим хочешь сказать? Я не знаю, что ты этим хочешь сказать, но ты уже все сказал. Или. А, серьга в правом ухе. Что ты хочешь сказать? И сколько бы человек ни говорил, да это просто так. Да это вот за... Это по Фрейду. Это у тебя просто так. Вы знаете, по рукопожатию. Вот просто... Вот часто бывает такое рукопожатию, сосиску тебе вот такую вот. Не надо много говорить. Пожми мне руку, и я тебе скажу нечто о тебе. Не потому, что я психолог. Просто я долго живу. Меня люди часто спрашивают. Откуда ты это знаешь? Как ты это понял? Я долго живу. Друзья, девочка. Вот ты в коротенькой юбочке. Что ты этим хочешь сказать? И кому? У тебя такие красивые черные, но не от грязи длинные ногти. Иногда зеленые. Что ты хочешь им сказать? Это по Фрейду, друзья. А вот женщина в брюках. Что ты этим хочешь сказать? И знаете, как правило, человек не задумывается о подсознательном мотиве. Он не понимает, какие энергии задействованы в это время, в природе. Человек говорит так. Мне просто удобно. Так ходят все. Это современно. Мне говорят, брат Александр, ты просто отжил. Ты там вот долго живешь. Да, вот это середина 19 века. Это все так устарело. Ты ничего не понимаешь. Ты вообще не в тренде. Я всегда с каким-то, знаете, сожалением смотрю на тех, которые в тренде. Ну точно. Тренд. Полный тренда в тренде. И я горжусь тем, что я не в тренде. Человек говорит, так все ходят. Это современно. Я ничего не хочу сказать. Просто мне так нравится. А теперь внимание. Я нечто хочу пояснить. Господь всемогущий. Он сотворил природу. Знаете, что такое природа? Тепа. Природа. Природа – это сгусток материи. Это сгусток материи, которая внутри себя видоизменяется, под воздействием множества энергий. Все, что нас окружает – это энергия. Это трудная мысль, но для тех, кто в школе учился, я надеюсь, вы ее вместите. Все это энергия. У нас наше тело – это очень грубая вид энергии. Она майя называется. Это очень грубая. Вот это еще грубее энергия. Но. Сама природа, она создана высшим разумом Господа, но в ней мозгов нет. Сама природа создана очень разумно, но в природе мозгов нет. Что это значит? Ну, вот, например, вода, которая пролилась на наклонную плоскость, она стекает по направлению наклона. Она не думает, вот наклон, сейчас будем стекать. Нет. У воды такой мысли нет. У нее природа. Если есть наклон, она будет стекать. Закон природы. Что делает закон природы? Он запускает определенный механизм в зависимости от сложившегося пазла. Все. Понизилась температура. Все. Никто никуда уже больше не стекает. Все замерзло. Повысилась температура окружающей среды. Что произошло? Все испарилось. Превратилось в пар. То есть закон нами не регулируется, мои дорогие. Мы только создаем условия для действия того или иного закона. Мы создаем или принимаем определенный символ. Вот как сидим молодежь, я думаю, вы поймете, о чем идет речь. Вот есть клавиатура. На клавиатуре есть символ. Или буква. Или смайлик. И когда мы туда нажали, да, мы же с вами там ничего не делаем. Мы не переворачиваем там эти пиксели, шпиксели. Мы только нажали определенный символ, а внутри произошла определенная работа, и оно появилось, послало, полетело, заспевало и так далее. Понимаете, что происходит? Так вот, мы создаем или принимаем определенный символ, а этот символ включает действие того или иного закона природы. Все. Вот почему не в брюках проблема. Сегодня так ополчаются люди, да, брюки на женщину. Да не в брюках проблема. И не в косметике проблема. И не в любви к нежности противоположного пола. Не в этом проблема. Знаете, где проблема? Смотрите, проблема в законах природы. Мы не можем законы менять. Смотрите, я привожу пример. Девочка подстриглась коротко. Красиво. Удобно. Ну давайте согласимся. Красиво? Красиво. Удобно? Удобно. Голову мыть. Опять-таки очень просто. Когда умывается. Раз, раз, раз. Ничего никуда не лезет. Я, например, с ужасом думаю, был бы у меня длинный волк. Я себе это не представляю, как оно везде. Ну, девочка посмотрела, как мне хорошо. Она говорит, все. Подстриглась коротко. Природа не знает, что перед ней девочка. Природа, она без мозгов. Природа запускает процесс инициирования данного индивидуума. Так, природа смотрит. Кто передо мной? Ага, особь. Волос короткий. Мужчина. Перед нами источник энергии. Отдает. Мужчина отдает. Он, то, что у него есть, он, вот этот потенциал энергетический, он отдает. Природа посмотрела. Ага, волосы короткие. Отдает. И девочка лишается жизненной энергии. Отдает. Везде отдает. По улице идет. Отдает. Всем отдает. Она богатая. Она отдает. А потом приходит домой. В подушку носом утыкается. Чего же я такая несчастная? У меня такой богатый внутренний мир. У меня такие чувства. Я такая умная. У меня столько всего. Куда? Почему у меня жизнь? Куда она уходит, моя жизнь? Все очень просто. Природа опознала тебя не как девочку. И она тебя забирает. Мужчина, у него природа отдавать. Он отдает. Он берет ответственность на себя. Он строит. Он разрушает. Он мужчина. Он отдает. А женщина, она собирает, она аккумулирует, она покрывает. Почему во всех цивилизациях, которые чего-то достигли, женщина растила волосы и покрывала свою голову? Почему? Она собирательница. И она свою силу жизни отдает только своей семье, своим детям, своему мужу. Вы понимаете? Природа разная. Что получается? Мужчина отрастил длинные волосы. И он собирает. Сидит паразит и собирает. И ждет, когда его кормить будут. У него ответственности не ноль. Он ждет. А девочка наоборот. Коротко подстриглась. Ну, дайте мне пошкукатурить. Я же девочка. Дайте, куда мне? Хочу столеваром быть. Хочу в космос. Хочу, хочу. Вы очень просто можете это заметить. Чисто в семье. Муж приходит с работы. Что он делает? Он хочет на диван телевизор посмотреть, пиво выпить. Да? А что женщина ему говорит? Труба течет. Иди трубу ремонтируй. Он не пойдет ремонтировать трубу. Почему? Природа его не опознает, как мужчина. Природа мужчиной опознает тебя. Поэтому, если ты мужчина, если ты лошадь, иди ремонтируй трубы. И пусть у тебя голова болит про трубы, про то, что там полки висят. Нормальная женщина никогда не обратит внимание, что у нее эти будут трубы. Знаете почему? Знаете почему? Она женщина. Трубы – это не ее парафе. И когда тебе, дорогой муж, эти трубы потекут на голову, может, ты встанешь, пойдешь их ремонтировать. А что мне трубы? Текут-то и текут. Я женщина, я не могу ничего реализовать. Трубы текут. Если женщина заинтересовала, где течет, все, это природа ее опознала, кто она есть. Это по фрейту. О! Какое личное счастье. О чем? О чем вы говорите? Поэтому есть такое понятие, очень все просто. Символ, знак, печать. Что делает печать? Она идентифицирует человека. Она участвует в определении принадлежности. Например, вы знаете, что сыны Израилевы, их имена были выгравированы. Библия говорит, как на печати, на нарамнике у священника. Каждое имя из двенадцати было выгравировано. То есть, они видимым образом идентифицировали себя, как народ Божий. А в противовес печати мира апостол Павел говорит, Римлянам 12 глава 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сил. То есть, не принимайте образ этого века. Не принимайте на себя печать похожести. Почему? Он вас идентифицирует как часть. Себя. Но печати, на самом деле, конечно, больше, чем две. Есть наша печать. Как мы себя позиционируем? Как мы себя позиционируем? Как? В тренде. Как мы себя позиционируем? Кто-нибудь хочет выглядеть глупонее? Как мы себя позиционируем? Это наша печать. Посмотрите на меня, вы увидите печать. Какая печать? Умный. В галстуке. Да. В самом расцвете себе. Как я себя позиционирую? В меру упитанный. Да. В меру упитанный. Очень, в меру очень упитанный. Да. Я не хочу выглядеть плохо. Я себя так, я себя так. Это первая печать. То, как я себя позиционирую. А есть то, как меня видят. Это другая печать. А есть то, как Бог меня видит. Вот про Иисуса Христа написано, старайтесь не опище тленной, но опище пребывающую в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Бог Отец. То есть, Бог полагает свою печать. Печать не одна, их множество. Например, я хочу хорошенько поработать на стройке. Одеваю белую рубашку. Что я хочу этим сказать? Что я хочу этим сказать? Моя жена хочет заняться, наконец-то, домашней работой, нарожать кучу детей, потом получить массу внуков, личную счастливую жизнь. Отпускаете такие ногти, да? Ногти. Мальчики, если вы увидите девочку с длинными, красивыми, ухоженными ногтями, не дай вам Божию. Не дай Божию. Да, да. Это как раз тот вариант, что не украсть и покоролить. Да. Печать – это символ, который идентифицирует и включает особые духовные механизмы. Например, давайте все-таки к религии. Крест. О-о-о. Все знают, что такое крест? Мои дорогие, не надо мне рассказывать, во что верит эта церковь. Дайте мне увидеть крест. Или дайте мне увидеть символ этой церкви. Я вам все расскажу про эту церковь. Все. Например, главный символ христианства. Кстати, стоит заметить, что первым цивилизованным народом, который начал употреблять крест, все-таки были египтяне, древние. У них крест был символ жизни. Да. Жизнь, над смертью. Сегодня есть так называемый Кельтский крест. Если я увидел Кельтский крест, я понимаю, что это вообще не религия, это неонацизм. То есть, современные фашисты, они имеют свой символ, свой знак – крест, который называется Кельтский. Есть греческий крест, у него все стороны равны. То есть, перекладинка вертикальная, горизонтальная. Если они одинакового размера, то есть одинаковой длины, перед нами греческая церковь, перед нами греческая культура, перед нами греческий крест. Если я увидел крест, где перекладинка поперечная короче, а вертикальная линия длиннее, это латинский крест. И когда сегодня адвентисты размещают на молитвенном доме латинский крест, они могут говорить о чем угодно, но я знаю, что это доченька римокатолической церкви. Почему? Символ показывает обо всем. По символу. Скажи, покажи мне, я тебе скажу, кто ты. Униаты, если вы приедете во Львов, в Тернополь, вы увидите там крест с тремя поперечными верхними линиями. Это папский крест. Уния между Римом и православием. Униатская, греко-католическая церковь. Православный крест восьмиконечный. Все. Не надо рассказывать, друзья, не надо рассказывать. Дайте посмотреть на символ. Восьмиконечный крест. Это православная церковь. Все очень просто. Дальше. Крестик старообрядца православного и православного, но обновленца. То, что сегодня у нас. В чем разница? Старообрядец никогда не будет носить распятие. На крестике нет Иисуса Христа, вот модельки этой игрушки. Нет. Старообрядческий крест, он именно крест без распятия. А у православных крест всегда с распятием. Все. Не надо мне рассказывать ничего. Просто дайте увидеть символ. А есть еще Андреевский. А есть Мальтийский. А есть Эфтонский. А есть Иерусалимский. И даже Красный крест есть тоже. А у Аптеки Зеленый. Так или нет? Вот смотрите. Кто-то спросит, откуда ты все знаешь? Просто вот посмотрите внимательно. Поэтому, друзья мои, не надо много говорить. Просто покажись. В Библии, в книге «Песни, песни» есть такой момент интересный. Голубица. Единственная, там чистая, там единственного матери. Смотри, покажи лицо твое. Все. Господь, не надо ему рассказывать про твою любовь, про твою, у меня такая вера внутри. Я тебя так, Господи, люблю. Ты лицо покажи. Все. Прихожу к врачу, у меня все болит. Прихожу к врачу, а врач глупый, знаете, такой глупый. Вы знаете, что делает врач? Покажи, говорит, язык. Мне с детства бабушка учила, что язык нельзя показывать. А глупый врач что хочет увидеть? Что он там? Ну, надо ему. Не буду вам показывать. Бабушка учила. А врач, не надо ему рассказывать, что у вас болит. Он посмотрит на твой язык. Сратамара, так или нет? Да. Так? Он много скажет. А потом глупый врач, он не хочет слушать. Я ему расскажу, высоко художественно, как у меня болит. А там свербит, а там тянет. А как у меня печень, почки, печки. Нет. Он говорит, ты пойди, существенно, говорить. Мочу, говорит, ставь. Кровь сдать. Калу сдать. Не надо рассказывать ничего. Просто анализы покажут, что у тебя в организме от и до. Понятно? Ну, вижу, устали. Я уже устал спать. Последнее. В наши дни белый цвет. Символ чистоты. Правда? Фата какая? Белая. Платье невесты какое? Белое. А символ чего? Символ чистоты и радости. Но вы знаете, что не всегда так было? В цивилизованной Европе, например, в Англии, вдовствующая королева одевалась в белые одежды в знак траура. Да. Белый цвет, чистота, освобождение, перемена к лучшему, конец страданий. Ну и кто-то спросит, а почему у нас с вами, у невесты белое платье? Кстати, у русских, у славян, саван, какого цвета? Белый? Саван-то белый. Покойника-то одевают в белую рубаху полотняную. Почему? А почему у невесты белое? Тоже все очень просто. По представлениям древних людей, невеста одевает белое, траурное, свадебное платье. Она этим свидетельствовала, что она умирает для своего рода. Для своей мамы и папы. Для уклада своего дома, чтобы вновь возродиться в роду своего мужа. Вот почему невеста одевает белое платье. Интересно, правда? Поэтому очень многие люди, одевая белое платье, они даже не понимают, что они делают. Что это за символ? К чему они идут? Кстати, очень просто. Посмотрите, если у вас социальные сети, посмотрите, как девочка... Если девочка везде сфотографирована с мамочкой, обратите внимание. Я не говорю, что не надо этого делать. Надо. Но это один из моментов таких, что пуповина часто не перерезана. И, к сожалению, девочка выходит замуж, а мамочка ночует у порога у них. Слышите? И ее оттуда не выгодишь. Я знаю множество случаев, когда с лестницы спускали, а она карабкалась вверх. Почему? Там же дочь моя. Она же моя. Это же моя. Я же ее так выдала замуж, чтобы она счастлива была. Но это моя дочь. Это катастрофа. Это беда. Поэтому, когда кому Господь даст одеть подвенечное платье, чтобы вы хоть понимали, что вы делаете. И так Библия раскрывает учение о запечатлении. И чаще всего верующие ожидают положение печати на чело или на руку нечестивого. Другими словами, мы видим вот это положение печати на нас откуда-то извне. Вот запечатляет Бог или запечатляет зверь. Вот они откуда-то придут, знаете. Вот Бог откуда-то нас будет запечатлять. Зверь откуда-то приедет, нас будет запечатлять. А на самом деле, мои дорогие, нет. Не ждите печати. Достаточно принять нормой то, что Бог считает правильным, и вы получаете печать Бога. Автоматически. Не ждите, что сатана придет и вас будет запечатлять. Запечатляется сатаною раба. Не будет такого. Достаточно принять нормой для себя то, что в мире есть, и вы получаете печать зверя. Все. И когда человек получает печать Бога, попробуйте это проверить на себе. Если вы будете в своей жизни практиковать то, что у Бога нормально, мир вас будет отторгать. В любой компании. Вы придете, скажет, слышь, ненормальная сектантка какая-то. А она верующая. Наверное, она бактистка. Мир сразу узнает, что это не мое. Он скажет сразу, Христос, это твое, забирает. Твое к тебе. Это не наше. Это не из нашей, Христос. И наоборот. Я же верующий. Знаете, что мир говорит? Хорошо, веруй. Какой ты хороший верующий. Почему? Мир говорит, это мое. У тебя печаль на лбу, по которой тебя мир считает. Это мое. До сих пор пусть Господь благословит нас в понимании многих-многих интересных вещей. А их нам еще больше. Множество интересных вещей. Аминь. В кассе билетной, автобусной, билетик покупать. Покупаю. Меня везде смотрю, меня так уважают. Все меня пропускают. А потом ко мне подходит женщина. Стоит очередь. И подходит женщина и говорит, батюшка, благословите. Как они меня узнали, что я батюшка, а не матушка? Как? Как это им бросилось в глаза? Вы благословили? Конечно. Конечно. Мои дорогие, нас узнает Бог. Нас узнают ангелы. Нас узнают бесы. Нас узнает мир. Нас нет людей, которые бы... А я никто и звать меня никак. Нас очень хорошо узнают. Но узнают потому... Не потому, что мы покажем. А потому, кто мы ест сам. Аминь. Бог его знает. Аминь. Аминь. Бог его знает. Аминь.